Девочки, мальчики, всем пламенный привет! Вы находитесь на канале Дневник Мила Фрюно и я, Мила Фрюно, это мой дневник. Мы только сейчас начали снимать, уже почти 11 часов, потому что после вчерашней вечеринки мы первым делом проснулись и начали всё вымывать, убирать, потому что очень много всего осталось, потому что вчера в час ночи только они закончили. Я раньше легла, я, знаете, я не стеснительная. Во Франции так не особо принято, но если я устала, я иду и ложусь спать. У меня всё-таки дети с утра, так что вот так. Жужуко уже там сковородку, которая для Паэли была использована, отмыл. И теперь, да, я забыла сказать, что у него каникулы, у моего мужа, он в отпуске, сейчас две недели, и поэтому они там с сыном играют в фифу, это футбол какой-то. Дочка попросила Ла Рен Ду Неж, это снежная королева, уже где-то 30 раз она будет смотреть, а я иду вот туда. Я включила музыку сейчас и под музыкой немножко позанимаюсь в воде, чтобы были силы на весь день. На самом деле, даже если кажется, что упражнение выполнять достаточно просто в воде, вот так вот можно расслабить, например, спину, смотрите. Потому что у меня на ногах как бы гантельки привязаны, да, мусовые, и на руках. И вот таким образом она растягивается, очень приятное ощущение, спина прям отдыхает. Но какие я делаю упражнения, я становлюсь в воду, и вот так вот, со взмахами рук и ног я бегу в воде. На самом деле, 30 минут таких упражнений по ощущениям приравниваются примерно к часу интенсивных занятий на, как этот аппарат называется, эллиптический аппарат, да, вот так вот. То есть в воде нагрузка намного больше, и тем не менее, нет такой большой нагрузки на позвоночник. Так что я продолжу заниматься. А ничего так гламурненький завтрак у наших детей. Вчера им купили это, а мы забыли открыть, а теперь вспомнили. Здесь с шоколадом есть, ванильные, писташковые, розовые какие-то. А у меня шоколадную. Ты шоколадную кушаешь? Вкусно? Покажи маме шоколадную твою. А кто тебе губки накрасил кожей? Мне. Кто? Сама? Мам. А у меня вот такой вот рисовый квас прямо с утра. И, кстати, он розовый, потому что в этот раз я его сделала с малиной. И это очень вкусно. Кисленький такой, со вкусом малиной. Я когда первый раз Жужу ко мне в ресторан пригласил, помню, там были вот эти креветки. И я не знала, как их есть. Я руками только умела. А он их как-то так чик-чик-чик ножиком вот так вот вытаскивал. Сейчас, в принципе, легко с этим справляюсь. А тогда, помню, был очень неловкий момент. На, доченька, ешь. Это из моего чистого любопытства. Мы идем сейчас с Ленкой на почту с вот этой вот посылочкой, которую я обещала отправить с конфетками. Да, это конфета, она знает. С конфетками. И мне просто стало любопытно, сколько интересно займет времени отправка посылку в другую страну, зная то, что нужно заполнять таможенную декларацию. Просто моя сестра однажды мне отправляла какого-то Пикачу там для моего сына. Не какого-то, а моего Пикачу, который в детстве у меня был. Она сказала, что она там что-то около трех часов на почте простояла. Осторожно, доченька, там машины. И я хочу посмотреть, сколько у нас это времени займет, потому что на самом деле на почте Франции тоже не все так просто. Нужно прийти, выстоять очередь. А очередь обычно, она состоит всего из трех-четырех человек. Но эти бабушки, они еще жизни поговорят о погоде, что сколько стоит. Короче, вот так. Поэтому это тоже может занять много времени. Мы сейчас зайдем туда, я попробую засечь время и скажу вам, сколько у меня это заняло. Отправьте какую-то маленькую посылочку. Ну, смотрите, сейчас 15 часов и 2 минуты. И на почте, в общем-то, никого. Заходим и посмотрим, сколько это займет времени у нас. Смотрите, на обычных стендах на почте не оказалось бумаг для того, чтобы отправлять за границу. А обычной машиной для отправки писем воспользоваться нельзя. Мне дали две вот такие вот бумажки. Это нужно заполнить. Адрес написать и прочее от правителя. А вот это вот таможенная декларация. Так что я сейчас начинаю заполнять. Сейчас у нас 15 часов и 4 минуты. Так, сейчас 15 часов 14 минут. Я все заполнила, но мне не хватает номера телефона, а это обязательно. Она мне не отвечает, поэтому буду оставлять номер телефона сестры. Красиво. Красиво. Да ты устала меня ждать? Красивая цепочка. 15 часов 16 минут, и я иду на кассу. 15 часов 19 минут. Мы вышли с почты. Все, в принципе, отправили. То есть, грубо говоря, на все про все 15 минут. Если пиши номер телефона, так еще быстрее бы было. Стоимость такой посылки была 24 евро. Я считаю, что это очень дорого, потому что она вообще ничего не весила. Конвертик обычный. В следующий раз попробую отправить это письмом обычным. В Москву, чтобы съездить, это стоит 1000 евро на человека. А мы с Ленкой только что сходили в аптеку, купили оживательную резинку для жужуки. Ну, какая-то никотиновая. Еще зашли в кинотеатр, посмотрели, какие мультики в ближайшее время. А теперь мы пришли в Томас Кук посмотреть, какие путешествия предлагают. Я понимаю, что в интернете можно посмотреть, но здесь интереснее. Что ты? Я цветочек. Цветочек увидела? Хорошо. Хотела сделать закупки сейчас на целую неделю. Но муж говорит, так как я нахожусь в отпуске сейчас, то готовить целую неделю или две буду я. Ну и слава богу. Но я думала, что я закажу продукты и расскажу вам о том, что я заказываю на неделю. Сделаю подробный обзор. Но вот он мне сказал никуда не ездить. Сам типа сходит в магазин и купит, как он сказал, по чувствам. Что мне понравится, то я куплю. Но не пропадать же теме, понимаете. Поэтому я решила в двух словах все равно немного рассмотреть эту тему. Что же я покупаю на целую неделю. Поэтому, если интересно, оставайтесь. Буду рассказывать. Ну, начнем с того, что, помните, да, у меня была реально проблема с этим. Мы тратили неимоверное количество денег. Просто потому, что я покупала продукты каждый день. Либо он ехал с работы, что-то покупала, либо я. Поэтому в результате, когда мы посчитали, вышло почти 900, а то и 1000 евро в месяц уходило только на продукты. И мы подумали, что это очень много. Я начала потихонечку учиться. Прочитала несколько французских книг по организации. И у меня стало это получаться. Значит, что я делаю? Я, во-первых, один раз в месяц я делаю закупку таких вещей, которые не пропадают. Шампунь, мыло, стиральный порошок, в общем, какие-то химические принадлежности. Потому что я знаю, что, например, я не буду заливать туалет химическим раствором больше, чем раз в неделю. Поэтому я знаю, что мне две бутылки вот так с головой, да, хватит. Поэтому это один раз в месяц я делаю закупку именно вот таких вещей. Я прохожу по дому и смотрю, чего еще не хватает. Возможно, там свечка от комаров нужна. Или там какой-нибудь дезодорант для туалета. Или освежитель воздуха. Или какое-то средство для мытья посуды. Что касается таблеток для посудомоечной машины, тоже я беру обычно две упаковки по 30 таблеток. Потому что у меня очень часто бывает, что две, а то и три машины за сутки крутятся. Поэтому мне как раз вот две упаковки нужны. Это что касается таких вещей, которые не пропадут. И если они останутся даже, то и ничего страшного, как бы на следующий месяц перейдут. А вот что касается продуктов. Я, да, это очень скучно, но я себе составляю режим на целую неделю. Режим. Составляю список блюд, которые мы будем есть на целую неделю. Но только вечерние блюда, потому что в обед мы либо доедаем то, что было вчера. Либо из вчерашнего я делаю какое-то новое блюдо. Если кто-то меня уже давно смотрит, вы знаете, что если вчера там были, не знаю, был салат какой-нибудь, то я в него салатных листьев докидаю, там, да, и получится какой-то новый салат. То есть тоже здесь все просто с обедами у нас. Сейчас я знаю, что на неделю в школьный период мне нужно закупить различных печеньев и пирожен там и прочее. И я знаю, что некоторые русские мамочки меня ругали, говорили, что, мол, да как ты можешь там детям покупать какие-то печенья, пряники, ты не знаешь, что там находится. Я знаю, что там находится, я читаю упаковку. А сама готовить я, как мне советовали, я, конечно же, могу. Но я не представляю, возможно, каким образом они будут брать эти пирожки, которые я приготовлю с собой. Потому что если это в упаковочке какой-то я им даю, они развернули, упаковочку выкинули и все. Пакеты брать нельзя, то есть большие, только разве в какие-то маленькие. Кушать это неудобно, нужно же какую-то салфетку эту завернуть, этот кусок пирога, например, да. Поэтому, конечно, своего собственного приготовления пироги я им не пеку и не даю в школу. Вот так. И еще, если вы знаете, во Франции очень часто они просто сидят на асфальте. Вот когда в 16 часов у них заканчиваются уроки, они садятся прямо на асфальт зимой, летом, осенью. Если дождь не идет, то они сидят на асфальте, достают эти свои из-за портфеля, что и мама купила, какие пирожные, какой-то сок там небольшой, да. И они это пьют и едят. То же самое и я. Я знаю, что нужно примерно по одной бутылочке сока каждому купить или воды там, да. И пирожные. Это в школьное время. Когда нет школьных времен, то а-ля аж, как говорят французы. Когда вспомню, то, может, и куплю, пусть будут в шкафу, потому что на полдник что-то им нужно. А так, конечно, если вы видели, я начала готовить сама пироги, это выходит намного дешевле. Ну и какие-то простые такие пироги делаю, там, да, смешала всего, муки добавила, все, это пирог. Вот так. То есть вот, сладости. Потом, я когда составляю меню на неделю, я придерживаюсь следующего правила. Первые 2-3 дня это должны быть какие-либо блюда, которые именно свежими готовятся. Я это к тому, что если, например, я хочу рыбное блюдо, то, скорее всего, он будет в понедельник, там, во вторник максимум. Иначе рыба потом просто пропадет. А замораживать продукты, как вы знаете, мы не любим, да. Там замороженные продукты, это, ну, большая редкость в нашем доме, кроме овощей. Вот овощи, 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 овощи у нас есть, замороженные бывают. Хотя овощи здесь круглый год, они, в принципе, нормальные, поэтому я стараюсь готовить овощи по сезону. То есть, если сейчас идет сезон тыквы, то я стараюсь делать какие-нибудь супчики, там, из тыквы, какие-нибудь оладьи из тыквы, там, да. Но идти за тыквой, там, которую, в принципе, круглогодично можно найти, но во время несезона я не пойду. А еще вы знаете, что мы к омапу прикручены, как бы, да, постоянно мы каждую среду получаем корзину с нашими овощами, поэтому я немного еще подстраиваюсь под эту корзину с овощами. А что касается, значит, первое понедельник, вторник, среду, это могут быть какие-то свежие, там, продукты, мясные или рыбные. Что касается четверга и пятницы, то, как правило, это что-то, что могло бы у нас храниться. Например, здесь есть утиные ляжки, можно так сказать, ножки, утиные ножки, ну, обедренная часть и ножка утиная, она в консервах продается. Это очень вкусно, это считается деликатесом, то есть не такая какая-то консерва непонятная. Вот, либо это может быть салат из тунца, если это лето, например, да, тоже подходит очень. Ну, а зимой там какие-то блюда, которые там у них в консервах, есть хорошие блюда, либо в вакуумных упаковках, либо мясо в вакуумной упаковке, например, да, это тоже. То есть, получается, первые три дня у меня идет свежательно, а вторая половина недели уже что-то такое, ну, замороженное там или в консервах. Суббота и воскресенье, как правило, вот, действительно мы покупаем по чувствам, потому что если к нам придут гости, то смысл нам закупать, например, там, рис и картошку, если мы знаем, что гости там будут есть что-либо другое, да, там, шашлык какой-нибудь или барбекю там делаем. Вот так. И еще я, у меня есть стратегический запас. Я всегда смотрю, перед тем, как делать заказ на неделю, есть ли у меня оливковое масло, соль, сахар, да, у нас сахар никто не употребляет, но он каким-то образом постоянно у нас уходит на что-то. То на какой-то пирог, то кто-то зашел кофе попить, никто у нас не пьет ни чай, ни кофе с сахаром, но сахар почему-то уходит, поэтому я его считаю стратегическим запасом. Картошка. Картошка, это как только я не знаю, что приготовить, допустим, я не знаю, с чем сделать, там, не знаю, какой-то кусок мяса, например, да, то я для своих сородичей, софамильцев делаю картошку фри. Рис. Рис это то же самое, как только не знаю, что приготовить, готовьте рис. Вот так, у меня рис есть всякий, и бурый, и красный, и быстрый, и небыстрый, то есть и хороший, и плохой, всякий рис есть, я считаю это стратегическим запасом. Мед тоже, потому что мы делаем различные соусы, иногда добавляем туда мед. И кофе, и какао еще тоже, да, потому что у меня дети с утра просыпаются, и сразу на кухню они капсулу из какао оставляют, они пьют какао по утрам. Мы пьем по утрам кофе. Ну, и, соответственно, воду, да, мы покупаем воду, я покупаю обычно на неделю несколько упаковок воды, и еще я беру 2 или 3 бутылки газированной воды, потому что иногда это для меня как аперитив такой, там, да, стакан газированной воды выпить, я не знаю, иногда очень хочется. Поэтому это тоже отношу к стратегическому запасу. Вот таким образом я закупаю обычно продукты на неделю, на 5 дней, грубо говоря, да, зная о том, что я буду готовить, потому что я заранее выискиваю себе какие-нибудь рецепты, либо сама, либо вспоминаю какие-то жужуков уже готовил, потому что французской кухни учил меня именно он, и таким образом я, получается, делаю заготовку продуктов на одну неделю. Вот, но он меня освободил от этих, этого занятия на целых 2 недели, поэтому, но зато я вам рассказала, и слава богу, теперь пойду займусь чем-нибудь другим. Надеюсь, это было вам интересно. А как делаете закупки вы? И на неделю ли? Если можно, напишите, потому что это очень интересно, когда мы делимся, каждый из нас своими находками, да, в этой стези, то иногда можно составить действительно очень интересный распорядок, очень интересный режим, пользуясь советами многих подписчиков. Можно составить целостную картину того, как же все-таки это удобнее. Вот так, ну и продолжим мой день. Влог продолжается. А это вот, я совершенно забыла, что у меня такой огромный кусок рыбы остался, и пока она свежая, я ее быстренько замариновала на 24 часа. Меня многие спрашивали, как я это делаю? Очень просто. Сколько ложек соли, у меня здесь 3 ложки соли, столько же ложек сахара, то есть 3 столовые ложки соли, 3 столовые ложки сахара, укроп обязательно. А вот это вот, как называется, я не знаю, мы ее во всякую рыбу добавляем. Вот так вот, но можно без этого. Укроп сколько угодно, пропорции сахара и соли 50 на 50 и в холодильник завтра вечером, то есть 24 часа и она готова. Вообще Леночка уже где-то год точно в обед не спит. Ну, редко бывает, там в школе они же первый год, они в 3 года идут в школу, и первый год они там их не заставляют спать. И говорят, типа, полежите. Кто засыпает, тот засыпает, а кто не засыпает, тот просто идет играть. А сейчас, видимо, жарко, и она постоянно в обед засыпает. Сейчас покажу. Это месье собак, он ее тут охраняет, видимо. А вот мадам Ленка. Что ты пришел? Она спит. Что, не видел, что она спит? Что-то так. Пошли, Джеймс. Так, пошли. Пошли. Эй. Пошли. Сегодня готовит Жужуко. Смотрите, что он нам приготовил. Ну, начнем с того, что есть суп. Это какой суп? Как он суп? Я тартин. Томат? Томат в нем. Я тартин. Томат с луком. Это тартин, это бутербродик, скажем. Да. Вот такой вот супчик он приготовил. Он приготовил вот таки, ну, хлеб подсушенный с анчоусами. Это анчоусовая паста. А это он сделал тартар из креветок, томата и моцареллы. М-м-м. Вот когда я говорю, она тоже. Прям видно, что пуповину не перерезали. Мы в одно время с ней начинаем говорить. Это вкусно? Ты молодец. Спасибо, папа. Это очень вкусно. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»